Приветствую, предлагаю послушать альбом Ужас группы Этажность. Этажность не совсем группа, а скорее проект Ваганыча. Такое ответвление группы ЖЩ, где, я так понимаю, он один всё делает, и сделан будто бы акцент на синтезаторах, как мне кажется, как я понял из того, что я слышал. У него вышел вот в 23-м году в конце альбом, называется Ужас, обложка. Вот такая вот розовенькая, красивая, немножко странненькая. Альбом я сам слушал один или два раза, но без наушников, поэтому какие-то детали мог не считать. Поэтому предлагаю его послушать ещё раз. Может быть, там есть какие-то интересные моменты. У меня возникала пара мыслей насчёт этого альбома, вот поделюсь в процессе. Я так понимаю, это первый альбом группы, вот вообще проекта, потому что есть вот сборник 2015-17. Я так полагаю, сам проект возник где-то примерно в 15-м году. Кстати говоря, то, что мне понравилось у этажности, один трек «Спальный район». Мне он понравился, он какой-то вот такой интересный, на мой взгляд. Также у них песню Поли слышал, естественно, у них, у него. Потому что это, ну, такой, один из главных хитов Ваганыча, в принципе, и группоэтажность. Я долго терпел, но ты больше ни вдоля, ни тронь, ни я поле. Ну и, конечно, «Мёртвого крика». Сейчас мы будем слушать такой первый альбом полноценный. Ну, если даже не первый, то, по крайней мере, точно полноценный. Песни, кстати, все довольно-таки короткие, плюс-минус. Сам альбом, ну, в какой-то мере, похож на эпишку. 8 песен, всего 27 минут. Начинается он, собственно, с заглавной песни «Ужас без конца». По поводу музыки, да, и вот здесь точно акцент на синтезаторах. Честно, не хватает где-то гитары, но я понимаю, что это, ну, я так понимаю, что это осознанный прием Ваганыча отказаться от перегруженной гитары вот в самых таких припевах, в самых мощных местах, видимо. Вот, типа, у него это было в дезморале, он, как бы, вот, пытался от этого отойти. Здесь вот более насыщенно, много синтов. Причем, по-моему, там синта три разных-разных по звуку. Вот тут пэ в правом ухе какой-то похож на женский вокал. Тоже прикольно, необычно. Замечаю, что вокал утоплен довольно сильно, но хотя текст при этом можно разобрать. Типа, я текст наизусть не знаю, но я всё слышу. В отличие, например, от тех же ППР, когда текст ты не знаешь, и ты вообще хрен разберёшь, что там происходит. У меня, кстати, с Ваганычем самый сложный в его музыке — это вот голос. Типа, мне вокал не всегда нравится, потому что довольно специфичная вещь. Всё забыли, всё простили, обещали никогда. Мне прям понравилось. Иногда вот не хватало какого-то жира в гитаре, но я так вот понимаю, что так и надо. Дом из грязи, стены, стены — это ужас без конца. Всё пыталась на синтах как-то вылезти. Там мелодия довольно забавная, какая-то такая мрачненькая нотка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какая-то странная такая была. Тоже понимаешь, что Ваганыч это делает прям специально. Это вот, если посмотрите его ролики, как он делает альбомы, и, в общем-то, музыку послушайте, тоже поймёте, потому что он использует всё время какие-то около-джазовые аккорды, там, типа септаккордов. У него всё время семёрки, девятки, одиннадцатые. Вот это вот вся радость жизни. По поводу текста... Текст у него, кстати, интересно сделан. Вообще, в принципе, как говорится, со смыслом, это во-первых. Во-вторых, всё-таки они у него построены довольно интересными. Умными фразами, а не просто накиданные хренью, где ещё встречается какая-нибудь инверсия. Когда в тексте слова расставлены задом наперёд, чтобы вот в ритм попасть, у него вроде вот такого нету. По поводу именно посыла, тут, наверное, надо понимать плюс-минус, кто родитель у Ваганычика. Он рассказывал в роликах. Ну и плюс, как бы, его отношение к нынешней жизни. Здесь это сквозит. Если это не ветер в форточку, конечно, которая сносит всё в квартире, то сквозит, да. Слушаем следующую песню. Называется «Ладожский вокзал». Я так боюсь признаться, что всё было зря. Какой-то странный синтезатор здесь вначале. Вот он мне понравился. Он похож на Земфиру по звуку. Вот с каких-то там, по-моему, со второго альбома или там с первого. Очень какой-то вот такой вот из начала нулевых. Забавный. Я вместо финиша обратно шёл на старт. Искрятся стопы. Вот, кстати, по вокальной мелодии. Там вот прям вот это вот было. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это вот такая Агата Кристи. Вот именно по мелодии. Ещё и сам вокал вот этот вот такой страдальческий тоже помогает. Какую глупость я однажды совершил. Ты моя снегурочка. Здесь вот появились гитары в припеве в самом мощном месте. Почти не слышно. Я думаю, опять же, это тоже так задумано. Потому что там рвётся очень жирный синт. Такой с сатурайзером перегретый. Наподобие тех, которые вот у Мика Гордона есть в его саундтреке к Думу, например. Там такого много. Довольно забавные гудки телефонные. Забавные там вот в одном месте, где удары не такие. Типа сердце. Классика. Мог бежал на ладожский вокзал, опять устал. По тексту, что я могу сказать. Догадываюсь, что ладожский вокзал-то что-то в Питере. Лирический герой там спешит. Телефонные звонки, что-то он там был. Опять же, с девушкой что-то не так, с жизнью что-то не так. Для меня, извините, не знаю, если это Ваганыч вдруг посмотрит. Мне это страшно говорить. Ну, типа, вдруг обижу. Для меня большинство текстов Ваганыча сводится к тому, что что-то там не так с девушкой. И лирический герой рефлексирует по поводу жизни. Буквально песня «Тоска», которая мне нравится, как все звучит. Но по тексту там буквально та же самая история. Какие-то другие тексты я тоже видел. По-моему, на первом альбоме у меня был обзор 60 лет до смерти. Жащая. И вот там вот было тоже что-то такое. Очень похожая история. Мне кажется, это какая-то одна и та же история, которую Ваганыча рассказывает чуть-чуть по-разному в разных песнях. Такая вот классика рефлексии на тему отношений, на тему «А так ли я живу?». Следующий трек «Защити нас». Когда я ее первый раз слышал, мне показалось, вот даже с самого начала он поет, как будто бы группа порнофильмы наслушался. Очень похожа. Вот такая вот манера из себя вот это все выплевывающее будто бы. «Праздничным листом календаря» «Защити нас сапогом, научи нас кулаком» «Детство разноцветное пятно» В предыдущем треке, ну и наверное здесь и вообще на всем альбоме, я заметил, что ударов, кстати, не хватает верхов. Они будто срезаны, они такие заглушенные, слегка ламповые. Вот там бочка, вот еще какие-то не железо, а вот просто есть такой мне интересный. Я вообще сводил альбом Ваганыч или ему кто-то сводил? Потому что видео довольно неплохо, но при этом слышны какие-то странные вещи. Но ударных верхов нет, гитары могли бы пожирнее звучать. Вот, поэтому, может быть, он сам сводил. Вот интересный момент, не знаю. Не могу не отменить, конечно, синтезатор, на котором какая-то фолковая мелодия. У меня в голове сразу мельница, там песня про Тамерлана, вот так вот подключается. Мне очень нравится у этого синтезатора звук. Он такой слегка перегруженный, какой-то немножко шизовый и кайфово. Уже не важно! Ну и вот, кстати, играл здесь синтезатор. Где-то вот в середине песни я заметил. Играл в слабую долю из этого вот так качало. А его почти не слышно. Там вот в каком-то месте, просто вот когда был вот этот вот фолковый синтезатор такой, соло, да, было слышно, что вот что-то в слабую долю играет для фона, но при этом это кач создает. Очень кайфово. Блин. Типа на самом деле здесь не так уж много инструментов, не так всего, но все уместно, все со вкусом сделано и по теме. По поводу текста, наверное... Следующий трек «Пиво». Это, видимо, какой-то ответ князю. С его «Пиво, пиво, пиво». Красивая песня, но мне не нравится почему-то. Все красиво, звучит вот вальсовый ритм, да, вот этот прикольный. И тематика алкогольная, кстати, опять же тоже в моей голове пересекается с песней порнофильмов «Зеленые стекла». На мой взгляд, одна из лучших их песен. Такой ответ на эту песню. В моей голове почему-то этот альбом связан с этой группой, вот как будто бы Ваганыч послушал ее и вдохновился. Ну, хз. Еще могу отметить, что здесь чистая гитара и в предыдущих треках вроде бы такого не было. Здесь вот на ней такой основной риф. Соло здесь вот как, например, песня «Ладожский вокзал». Там тоже было. Вот в конце появилась соло-гитара и она такая еле заметная, у нее прям верхов нету и на ней много реверберации. Что могу заметить по музыке именно, по аранжировке. По поводу текста я ничего не могу сказать. Типа, есть прикольные моменты, там типа мне все порублю, на кеды стою блюю. Там довольно забавно. Это почему-то про кеды довольно забавно. По поводу самой такой алкогольной тематики песен, типа, ну, не ошибка мне это все близко, поэтому не могу сказать. Ну, вот такое отчаянное бухалово звучит довольно так, типа, знакомо в плане вот каком-то таком отчаяния. Но это, конечно, не князь пиво-пиво-пиво-пиво. Так слушаем песню «Страна глухих». Довольно интересный момент, что здесь ударные, у них вот появились вверх, тут у бочки прям слышно вот этот вот щелчок, в предыдущем, ну, там, в предыдущих треках не было этого слышно. Я так понимаю, здесь риф сделан на клавишных, вот они справа звучали. И эта мелодия не совпадает с мелодией вокала, и все хорошо звучит. Там вроде бы тоника совпадает, когда аккорды меняются, но при этом это разные мелодии. И вот в конце играла соло, мелодия слева на синте, в таком, типа, под скрипку, что ли, в таком призрачном, прикольно. Но тоже другая мелодия не совпадала с мелодией вокала, там, под конец вот точно ушла куда-то в тонику, вот, совпала. Так прикольно, что есть какая-то полифония. А вот из всех песен это будто бы самая такая вот простая, самая какая-то незамороченная. Мне очень было непонятно, почему вот там второй куплет начинается, начинаются перегруженные гитары. Почему они до этого не возникли? Вот в части до, там, припев-то вроде был. Почему они там не возникли? Там прям хочется чего-то плотного. Почему, я не знаю. Мне это непонятно. Причем я, кстати, слышу во всех мелодиях вот этот вот Морочняк Ваганыч. Я не знаю, есть у него что-то такое, и почему-то это очень похоже на Агату Кристи. Я хз какой-то там лад, типа, что за там ступени? Не знаю, надо бы, конечно, задуматься над этим. Следующая композиция «Сон». Мне снится снежная зима, многосерийные дома. Немножко затянутое вступление, вот по музыке, будто бы там чего-то не хватает, типа, оно идет, там где-то будто бы, по ощущениям, секунд 40, и хочется хоть что-то, чтобы там добавлялось, или менялось, но будто бы ничего не меняется. Там смотрят грустные коты на умирающих мышей. Звук «Скорая» здесь вообще прям идеально, суперклево, вписывается, максимально подходящее. Зачем, пожалуйста, скажи, смотреть такой жестокий сон? По музыке вот тоже все в центре, и вот в некоторых треках, когда начинается перегруженная гитара, он их разводит по бокам, по ушам, а здесь почему-то этого нету, окей, ладно, видимо, это какая-то фича, вот именно с гитарами здесь так не делать. Но почему в этот момент не добавляется вот какой-нибудь колючий синтезатор, мне непонятно. Опять же, чтобы хоть какую-то панораму создать, потому что вот все прям в центре. Почему? Я не знаю. Типа, это неплохо, просто, ну, если бы это было, было бы понасыщеннее, было бы динамичнее, покрасивше, более ярко. Мне нравится вообще темп этой песни, вот этот вот сам ритм, он очень кайфовый какой-то. Есть, конечно, какие-то вайбы, вот впечатления, какого-то современного русского поля, не сказать, что экспериментов, но вот какой-то такой, да, вот из-за того, что ему снится русская зима, есть такое, такая интертекстуальность. Не слышно слов, и черный снег летит стеной. Еще был какой-то синтезатор, ближе к концу, такой ты-ты-тын, 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 тоже странный звук. Честно, я бы такой не поставил, а он звучит хорошо, но я бы такой не поставил, не знаю почему, типа он какой-то, такой несерьезный будто. Следующая песня «Ничего не хочется». Дико напомнила по вот ритмике, по подаче, по аккордам, ну вообще по всему такому песенам, напомнила песню группы «Адаптация про дома». Такая вот какая-то потешная музыка, музыкальная составляющая, похоже вот будто бы на что-то частушечное. «Я спою по песенку, а про что не знаю сам, никогда не стерпится, ни за что не слюбится». В общем-то, по форме понятно, там вот гитара в самом начале звучит, как бы соответствуя всему, что Ваганович хотел сказать. И вот понятно, почему такой вайп, почему вот эта вот частушечность. Все ясно, все понятно. «Пропадите пропадом вместе с вашим племенем». Звучит мощно, ничего не скажем. Вот тут, кстати, заметно, что да, здесь вот, например, настоящий бас, потому что песня такая ракешная. А вот предыдущий был как раз синтезаторный. Ну, по крайней мере, часть точно был, вот я хотел заметить, какой там бас. Вот здесь гитарный, там был синтезаторный. По тексту собрал Ваганович все мемы, какие были в 23-м году, практически. Кухня тут, ящеры, много чего. И неожиданно мы подошли к последней композиции альбома, называется «Жизнь». Очень быстро прозвучал альбом. Очень он такой яркий, насыщенный, интересный был, что это даже незаметно все произошло. Вот здесь, кстати, в этом последнем треке было заметно, что на синтезаторе во вступление играется такой, ну, как мне кажется, довольно типичный для русского рока перебор. Я не знаю, почему, кто такой прям максимально ровный, вот, как будто бы на гитаре какую-то песню, вот этот вот, холодный ветер с дождем, вот, что-то такое простое, начинает перебираться. Но потом у Вагановича эта мелодия уходит куда-то за октаву, и вот тут, в принципе, вообще по альбому, по всему творчеству Вагановича, слышно, что он умеет создавать мелодии, такие, ну, хорошие для поп-музыки, которые вот сначала играется в этой октаве, 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 мелодия какая-то, хоп, она уходит за октаву, и как бы все, душу рвет. Здесь-то тоже есть, очень прикольно, что вот, например, последний трек был очень такой электронный. Вообще, в нем, по-моему, ничего такого гитарного не было. В конце был еще какой-то голос, который я вообще не понял, что он произносит. В принципе, это довольно сложно понять. У меня было мнение, что этот трек закончится внезапно, ну, как бы, поидей на жизнь, хоп, так закончилась бы внезапно. Почему-то я это ждал, но не случилось, ладно. По тексту, вообще, и по тексту альбома всего, жутко, ну, не то, что жутко представить, но вообще, Чоба Аганыч переживал за 23-22 год. Можно только вот представить примерно, если это вылилось в такой альбом. Сам альбом очень интересно получился. Есть какие-то вот вещи в плане аранжировки, вот то, что в пончевых местах почему-то не хватает панорамы, но, опять же, панорама это довольно такой типичный ход. Это вот, когда ты сочинешь песню, там, ее аранжируешь, поднимаешь все, то панорама в припеве, в самом панче, это как бы самое логичное, это прям клише, неплохой, но клише. Может быть, он пытался от него отказаться, я не знаю. Такой альбом этажности, если вам понравилось, то ставьте классы. Пишите, кстати, комментарии, у меня почему-то под роликами мало комментариев, я вот, наверное, не буду отвечать на комментарии, так ради интереса, просто пишите свое мнение, спасибо вам за внимание. В описании к видео будут ссылки на Бусти и ВКонтакте, где вы можете поддержать канал, вот посмотрите на экране, люди, которые помогли мне, поддержали канал, вот тоже, если хотите, переходите по ссылкам в описании.